Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Здравствуйте дорогие радиослушатели Сегодня в программе Очевидец Событие, которое должно было пройти Прямо сегодня Но из-за нашего карантина Оно перенесено на 25 сентября А именно 50-летие студенческого отряда проводников Этот феномен мы уже обсуждали Однажды в нашем эфире И сегодня по случаю юбилея Снова решили вернуться к этой теме Потому что много еще осталось Нерассказанного И пригласили По скайпу Быть гостем нашей программы Владимира Икусова Человека, который как раз и создал Вот этот самый соп И эту ту сопку Которую называют Сообщество людей Которые прошли через этот студенческий отряд Уникальный И, наверное, один из самых лучших В Советском Союзе По крайней мере, неоднократно Он был удостоен разных наград В том числе Переходящего Красного Знамени Вот была такая награда Общественная В Комсомоле Да, Владимир? Вы слушаете нас? Я слышу Да-да-да И приглашаем радиослушателей Тоже звонить по телефону Рассказывать о своем Строотрядовском прошлом И опыте Может быть, кто-то из этих строотрядов Привез первый подарок для мамы Кто-то даже заработал на автомобиль Были и такие Вот А студенческий отряд проводников Это была такая Ну, я не знаю Как вот это назвать правильно Школа жизни Школа бизнеса Вот почему из этого движения Вышло так много предпринимателей Владимир, можете объяснить? Ну, с высоты сегодняшнего дня Это был самый настоящий бизнес-проект Сегодня нам это кажется Совершенно очевидным В то время мы об этом даже не думали Мы просто придумывали какие-то вещи Вот Потом их развивали Потом они нам давали Какой-то положительный В основном эмоции И таким образом мы делали дело Которым очень гордились А уж то, что потом получилось Это действительно такой феномен Потому что это соповское братство Это особое такое, можно сказать, братство Потому что через отряд проводников Прошло с 70-го по 94-й год Больше 20 тысяч человек Ну и, как говорится, все эти люди Узнав о том, что мы решили отпраздновать Пятидесятилетия Владимирского студенческого отряда проводников Они, конечно, все, ну как бы сказать Сколыхнулись И мы получали отзывы из разных стран мира Мы же рекламу давали только По социальным сетям Но, тем не менее, с недоумением для себя Узнали и увидели Что пишут и регистрируются люди Как из Америки, так и из Израиля Из Италии, из Испании Из Великобритании А так все, лучше говоря Понятно То есть Что его родит с бизнес-проектом? Почему это бизнес-проект? Ну, как бы В бизнесе есть какие-то вложения Есть прибыль возможная Прибыли вы же не получали Как участники этого движения? Ну, смотри С самого начала было как? Сначала была идея Как обычно Идея родилась из того, что Вагонная депо «Рига Пассажирская» Летом Очень нуждалась в рабочей силе Раньше поездов было гораздо больше Да не просто гораздо А вообще было очень много Вот В одну только Москву Ежедневно отправлялось 8 составов Причем больших, длинных и полных Сами понимаете Всех их нужно было обслуживать Кроме этого Были поезда в Сочи В Харьков, в Симферополь В Одессу, в Новороссийск И так далее И Необходимость в рабочей силе Была для них очень существенна Мы же Просто Поймали эту идею И подумали А почему бы студентов Не организовать в это все Чтобы не так просто шел Каждый, так сказать, Единалично туда А сделали отряды Сделали так, чтобы людям было интересно И действительно им с каждым годом Становилось все интереснее и интереснее Потому что кроме того, что люди работали на вагонах На поездах Они еще делали очень много интересных вещей Для себя И для окружающих, можно сказать Хорошо Вагон Это Замкнутое пространство Летом Жарко И В общем Работа с людьми Сложная Вот Был какой-то отбор людей Чтобы они могли работать в этом отряде Или же Ну Это Какими-то другими вопросами решалось То есть Психологические Характеристики людей Вы как оценивали Или это Тестировалось до того Как люди уезжали в первый свой рейс Ну то есть Какими-то общественными проектами До первого рейса Ну Здесь ситуация такая Конечно Нужно было Очень сильно подумать О том Как вот решить эту проблему Которую как раз Вы только что обозначили Дело в том Что Студенческие строительные отряды Выезжая в какую-нибудь Так сказать Местность Где Их ждала стройка Для них это была Совсем другая ситуация Они туда приезжали Они Жили в одном Можно сказать В помещении Вечером они сидели У одного костра Пели песни Под гитару И так далее Через 3-4 дня Они уже были Все между собой Знакомы И каждый знал От кого чего Так сказать Можно ожидать Сдружились И это был С каждым днем Коллектив Так сказать Все более крепкий С точки зрения Актернопроводников Там все было Совершенно по-другому Действительно В поезде В котором Там 18-20 вагонов Тот Кто работал На первом вагоне Мог не знать Кто находится На последнем Поэтому нам Пришлось Как организаторам Этого дела Подумать Как сделать так Чтобы Мы тоже могли Создавать Вот эти коллективы Вот эти отряды Чтобы они тоже А зачем человеку Нужен коллектив Владимир? А? Зачем человеку Нужен коллектив? У нас сейчас Время индивидуализма А вы говорите О коллективе Это сейчас Время индивидуализма И то Подсознательно Я думаю Что человек Он все равно В любом случае Мыслит так Чтобы Ему было интересно И с теми окружающими И с тем коллективом Которым он знаком Вот Тогда же была Вообще другая ситуация Совершенно И поэтому Коллективизм Стоял Во главе угла И Когда мы Перенесли Основной Упор С рабочего периода На подготовительный А он длился Начиная С конца января И до Самого инюня И мы тогда Начали давать Нашим Ребятам Очень много Различных заданий Тогда это Называлось так Что сейчас Некоторые могут Даже не понять Военно-патриотическая Работа Штепская работа Вот Работа с ветеранами Вот Художественная Самодеятельность Спортивные соревнования Это все Проходило В подготовительный Период И это Давало Ребятам Понять Что они Находятся В каком-то Коллективе И на кого Из них Там можно Рассчитывать А на кого Нельзя То есть Современным Языком Это можно Было бы Называть Тренинги Команда Образования Да Настоящий Момент Это тоже Так Дринтим Там И так далее Все правильно Хорошо И вот Когда Вы Лично Начали Свою бизнес Карьеру Какие навыки Из Этого Прошлого Вам В первую очередь Помогли Ну Конечно Помогли Вне всякого Ну Во первых Это Опыт Организационной Работы В этом Опыте То есть По современному Менеджменту Да Да Можно и так Сказать Почему Потому что Сейчас Я вот Смотрю На многих Руководителей Которые В растерянности Не знают Чего делать Как руководить Их случайно Судьба Вывела Наверх И они там Трепыхаются Не имея никаких Ни навыков Ни опыта Ничего Мы же Пройдя Эту школу Знали Что за каждую Мелочь За каждую Как бы Маленькую Кнопку Нужно было бы Чтобы Был свой Ответственный Человек Где все Было расписано И все Соответственно Делалось так Как должно Было быть Задумано Мне лично Это пригодилось В тот момент Когда я По Уже Так сказать В современное Время Начал заниматься Организацией Концертов Гастролей И различных Развлекательных Мероприятий В том плане Чтобы Все это Проходило На высоком Организационном Уровне И не было Никаких Сбоев Хорошо А вот Из тех Людей С которыми Вас свела Судьба В студенческом Отряде Проводников Какие Судьбы Вы считаете Может быть Наиболее Показательными Интересными И Можете Рассказать Об этих Людях Кто вышел Из Гоголевской Шинели Кто вышел Здесь Довольно Много Людей Могу Сказать Что Многие Из них На виду Многие В бизнесе Добились Так сказать Серьезных Успехов Как пример Могу Сказать Назвать Своего Друга И Моего Так сказать Преемника В какой-то Момент Это Леонида Химичева Предпринимателя Которого Кстати Сегодня Юбилей И Пользуясь Случаем Я Поздравляю Его С этим Праздником И Мы Тоже Поздравляем Леонида Химичева Прекрасного Человека И Организатора Да Спасибо Ему За все Что он Сделал Для Латвии Все Правильно Много Людей Работает В различных Шферах Ну Например Один Из Журналистов Довольно Известный В Латвии Это Сергей Тыщенко Компанией Ресторанного Ресторанного Бизнеса Ганбы Руководит Наталья Осипаны Сейчас Павлова Вот Наши Много Много Наших Людей Находится За границей И мы Тоже Знаем О моих Успехов Это Такие Ребята Как Дмитрий Дима Фельдман И Светлана Леках Которые Работают В Берлине В Русском Берлине В медиа Бизнесе Да И радиостанция И так далее Довились Довольно Больших Успехов И все Они Я надеюсь Рано или поздно Появятся На том вечере Который Сегодня Не состоялся Но обязательно Состоится Владимир Еще Такая Может быть Уникальная Вещь Которая Многим Из наших Молодых Современников Не очень Понятна Это Вот То братство Которое Возникло В течение 50 лет Оно Продолжает Существовать Какие-то Связи Между Людьми Такая Долгая Человеческая Дружба Вот Как вы Это можете Объяснить И Почему Ну Как я На этот На этот Вечер Это Это Однозна Он 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 Просто Еще Раз На Прямой Связи С нами Владимир Икусов И Он Является Человеком Который Создал Студенческий Отряд Проводников Этому Отряду В этом Году Исполняется 50 лет И Владимир Нам Рассказал О том Что Через него Прошло 20 тысяч Человек И это Был Резерв Ресурс Рабочей Силы На летние Перевозки Железнодорожные Из Риги Когда Поток Пассажиров Значительно Увеличивался И Только В Москву Ходило 6 пар Поездов И В другие Направления Адлер Симферополь Харьков И так далее Другие Города Советского Союза И близлежащих Регионов Шли поезда Прямые Из Риги И их Обслуживали Студенческие Отряды Проводников Отрядами Их Делала Общественная Работа То есть Общественная Спортивная Культурная Работа Которую Отряд Вел До того Как он Отправлялся В рейс И вот Как раз Это И было Изюминкой Ноу-хау Латвийского Студенческого Отряда Проводников Который Придумал Владимир Икусов Владимир А сами Вы Работали В этом Отряде Ездили В поезде Как Жизнь Проходила Удавалось Привезти Ведро Черешни Из Адлера В Ригу Да Да Конечно Я перед тем Как Все это дело Там затеял Уже дальше Я перед этим Два года Сам поработал Это был Первый год Я вообще Пришел Новичком И Ездил туда Куда Меня посылали И От меня Вообще Как бы Ничего Не зависело Но Тем не менее Получил Какую-то Школу В следующем Году Я уже Был Более То есть Вы пошли Просто В депо Рига Пассажирская Устроились Проводником На лето Работать А То есть Это Можно сказать Так Да А на следующий год Я уже понимал Что меня Например Больше всего Интересовали Южные Рейсы В частности Вот Любимый рейс Был Рига Адлер Вот Ну Действительно Очень красивый Рейс Он сам по себе Красивый Потому что Идет далеко И по красивым Так сказать По красивой местности Особенно впечатляет Последние Четыре часа Дороги Когда Поезд От Туапсе До Адлера Четыре часа Идет по берегу Черного моря Мы конечно После своего Холодного моря Когда подъезжали К Черному морю То просто Конечно Это было Ну Неисказанное Удовольствие Ну а кроме этого Действительно Были всякие Такие Сопутствующие Мелочи Как ведро Не знаю Черешни Корзина Клубники И так далее И так далее То есть Те овощи И фрукты Которых мы Еще здесь Не видели В первые летние Месяцы Оттуда мы могли Привозить И радовать Своих родных И близких И товарищей Этим делом Неужели Не продавали На центральном рынке Вот честно говоря Даже не знаю Чтобы кто-нибудь Продавал Вот Положа руку на сердце Не знаю Знаю Что для себя Конечно Привозили Это однозначно Привозили Но чтобы кто-то Вот на этом Строил свой бизнес Таких не знаю Хорошо Ну Сложности были С билетами Вот Можно было Там Какие-то Организовать Ну Как бы Побочные Заработки Беря пассажиров С перона Просто в вагон Или это Фантазии Нет Почему фантазии Жизнь Есть жизнь Людям Нужно было ехать Билеты Невозможно было Достать Поэтому люди Пытались Всяческими путями Найти способы Как все-таки Уехать им Туда Куда им нужно Ну а Что касается С нашей стороны Здесь все зависит От конкретного Человека Который Так или иначе Смотрит на Эти вещи Ну Либо правильно Либо с корыстной Точкой зрения Что можно сказать Конечно Всякое бывало Люди И Находили Возможность Ездить С нашими студентами В наших поездах Но Скажу так В принципе Это очень серьезно Наказывалось В отряде Проводников Очень серьезно Это было Это исключение Из института Да Это было Сопряжено С тем Что тебя могут Исключить Из отряда А если Раньше Исключали Из отряда То это означало Исключение Из комсомола А из комсомола Это значит Из института Поэтому каждый Как бы рисковал В меру Своей Степени Этого риска Вот Но Закрывать глаза На это нельзя И Конечно Всяческие Случаи Были В отряде Но Старались Этого Все-таки Избегать А некоторые Принципиально Никогда Не нарушали Никаких Так сказать Правил И таких Тоже могу сказать Что было Большинство Особенно Наши Вот Девочки Припевочки Которые После 18 лет Только начинали Входить в жизнь И вдруг На такую Серьезную работу Хорошо А вот Как была Организована Охрана Этих поездов Разные люди Могли Ехать В вагоне Кто-то Мог Злоупотребить Спиртными напитками Или еще Чем-то Ну Как бы Проявить Себя Не вполне Адекватно А перед ними Студентки Молодые Девчонки Которые Может быть Не могут Дать Отпор Вот Этот Вопрос Как решался Я же Поэтому И говорю Что Нам Очень Нужно Было Чтобы Бригада Была Целым Коллективом Они Там Каждый Отдельно На своем Вагоне А когда У них Коллектив Они знают Что Если У них Даже Девчонки В этом Вагоне То Через Один Два Или Три Вагона Стоят Ребята Крепкие Которым Можно Быстренько Прибежать Попросить Их Помощи И они Отложив Все Пойдут Помогать Им Вне Всякого Сомнения Именно Так Владимир Ну конечно Если Серьезные Случа Есть Начальник Поезда Есть Милиция Дорожная Так Сказать Которую Можно Было Вызвать На станции И так Далее Эти Вопросы Решались А Другие Случа Вот Медицинская Помощь Кто Нибудь Начинает Рожать Или Человеку Плохо Или еще Что То есть Все Ребята Проходили Курсы Первой Помощи Чтобы Не Рассеряться В такой Техническое Обучение Перед началом Летнего Трудового Семестра И Там Обучали Многим Вопросом И техники Безопасности Ну и Профессиональным Организационным Вопросом Как так Смотреть Или проверять Билеты И вообще Все что Нужно делать От начала До конца В том числе Был такой Первой Необходимой Помощи Конечно Кто-то Лучше Это усваивал Кто-то Хуже Но В наших Рядах Были Ну По крайней мере Человек Что То что Раньше Называлось Рижский Медицинский Институт Поэтому Все вопросы Постоянно Решали А какие Вообще Вузы Участвовали В этом Движении Все Латвийские Вузы Или Какие-то Выборочно Выборочно Нет Фактически Все Высшие Учебные Заведения Которые Были В то Время Все В этом Участвовали Задавали Тон Конечно Матвийский Государститет Рижский Политехнический Институт Медицинский Институт И так далее Но кроме этого Были Отряды Из Лепойского Пединститута Далговпилского Пединститута Нашей Академии Культуры То что сейчас Называется И так далее И так далее Кроме этого Были Ребята Которые Учились В средних Учебных Заведениях В техникумах Это Рижский Индустриальный Политехникум Техникум Легкой Промышленности Педагогический Техникум И так далее И они Все Находили Общий язык Друг с другом А как объяснить Высокий престиж Этого отряда То есть Вы имели Возможность Выбрать Людей Которые Будут В этом отряде Работать Это Какой-то Заработок Очень большой Или То самое Фактор Черного моря Возможность Поехать в Адлер Искупаться И вернуться Обратно В Ригу Нет Ну конечно Такие вещи Как Высокий Заработок Присутствовал Не всякого Сомнения Вагон Неплохо Поплатил Сверхурочный И все остальное Так сказать Своим Работникам Вот То есть Вы наравне С кадровыми Проводниками Получали Наравне С кадровыми Проводниками Зарплату Конечно Вот Но в то же время Отряд проводников Имел Ряд своих Преимуществ Ну во первых Отряд Стал Даже При первом Соцсореновании Которое Организовало ЦК ВЛКСМ Министерство Путей Сообщения Отряд Завоевал Первое место И получил Переходящее Красное Знамя Вот Потом Это знамя Несколько раз Было Еще Вручено Латвийскому Студенческому Отряду А конкуренция Там была Довольно Жесткая Потому что В этом Соцсореновании Участвовали Отряды Со всех Областей Краев Республик Бывшего Советского Союза Да Более 80 Мало как 89 И быть первым Из 89 Это было Довольно Конечно Престижно Потом Это было Престижно Вообще Само По себе Вы знаете Как военная Форма Например Она Украшает Предположим Мужчин Вот А форма Отряда Бойца Отряда Проводников Она была Для всех Красивой В том числе Наши красивые Девчонки Они с удовольствием И с большим шиком Наслили нашу форму Студенческого Отряда Проводников И были довольны И гордились Этим Братством То есть Это была Специально Пошитая Форма Проводников Которую вам Предоставила Тоже Вагонное Депо Нет Не вагонное Депо Это ЦК Комсомола Уже шило Для Формы Для студенческих Отрядов А чем Она отличалась От обычной Формы Железнодорожников Ну Железнодорожников Вообще Своя форма Это все Правильно Вот А Форма Студенческих Отряда Она была Специально Сделана Для молодежи И С таким Так сказать Ну С такой Все выглядели Очень симпатично А штаб Всегда требовал Соблюдения Этой Формы Поэтому Появляться В этой Форме В небрежном Виде Это было Очень опасно И никто Этим Так сказать Никогда Не зло Потреблял Едешь На юг Жарко А рубашек Сколько сменных Надо брать с собой Для того Чтобы быть в порядке Индивидуально Это индивидуально Каждый Кому Сколько Надо Понятно Ну В принципе Вот Как такие Практические вопросы Решались Бытовые Да Где постирать Эту рубашку В вагоне Постирать Тоже Можно Было Если Кому-то Была такая необходимость Обязательно Находили Возможности Постирать И на стоянках И на перестой И даже в пути Вот Ну человек же Ко всему Так сказать Приспосабливается Понятно Хорошо И как развивалось Движение То есть Началось Оно 50 лет назад С первого отряда Сколько было Бригад В начале И сколько было На завершающем этапе Когда Уже Студенческий отряд Начал Отслуживать Международные рейсы И получать Валюту За свою работу Ну Начиналось Это все Где-то Работало Человек 400 Примерно Вот Это в 70-м Году Потом С каждым Годом Все было Больше И больше А в момент Так сказать Пика Рассвета Этого дела Это примерно Семьдесят Седьмой Семьдесят Восьмой Год И до Восемьдесят Пятого Восемьдесят Шестого Примерно То Летом Работало Более Тысячи Человек В вагонном Депо Рига Пассажирская И действительно Штаб Работал Все время Над какими-то Новыми формами Обслуживания Пассажиров Мы придумывали Сначала Мы придумали Например Студенческий Отряд Экспрессис Это отряд Который Обслуживал Вагоны Рестораны В принципе Это был Единственный В Советском Союзе Отряд Потому что Никому В голову Не пришло Что еще Кроме Проводников Пассажирских Вагонов Могут еще Студенты Обслуживать Вагоны Рестораны А мы На это Пошли И Нашли Поддержку И в конечном Итоге Несколько лет Студенческий В составе Студенческого Отряда Проводников Нашего Латвийского Потом Были Придуманы Отряды Которые Обслуживали Билетные Кассы Сама Сказала Что Например Билеты Была Проблема У них Тоже Были Проблемы С Людьми И поэтому Они Просили Организовать Такой Отряд И мы Это Сделали Ну и Последнее Может быть По времени Это Интерфлоп Действительно Да То есть Это Когда Уже Был Конец Восьмидесятых Годов Вот То Светлана Леках Которая Была Командиром Она Нашла И придумала Новую Форму Обслуживания Международных Поездов Эти ребята Ехали В Москву Там Они Жили И оттуда Они Работали И они Обслуживали Поезда В Берлин В Прагу В Винсдорф И Варшаву И так далее То есть В то время Это был Действительно Такой ход Который Ну Можно сказать Революционный Ход В то время Когда нельзя Было За границу Практически Выехать А Студенческий Отдат Проводников Сделав Интершоп Начал Обслуживать Международные Рейсы А как Вы можете Объяснить Что Латвийский Отряд Был На каком-то Особом Счету Вот И в Министерстве Сообщения И в ЦК В ЛКСМ Что Именно Ему Выдали Ну Такую Привилегию Обслуживать Международные Рейсы Ведь Раньше Поехать За границу Это была Большая Привилегия А даже Москвичи Не могли Сделать Такой Студенческий Интер Отряд Интершоп Вот А Светлана Прошла Так сказать По Горнилам Власти Дошла До Министерства Путей Сообщения Предложила Наши услуги И ее Там Поддержали Можно сказать Неожиданно Даже для нее Самой Но тем не менее Поддержали И несколько лет Студенты Ездили В составе Вот Интербригад Это Можно Объяснить Тем что У Студенческого Отряда Проводников Из Латвии Была Очень Хорошая Репутация Или Вот Тут опять Сыграл Роль Фактор При Балтии Как Витрина Советского Союза Оба Оба Фактора Сыграли Во-первых Действительно У нас Была Очень Хорошая Репутация А во-вторых В тот момент Уже пошло Послабление Так сказать Советского Строя Вот И Прибалтика Как всегда Как известно Всегда было На передовых Позициях Во всех Этих Делах Вот Поэтому Министерство Дало Такое Добро Хорошо Мы сейчас Попробуем Связаться С одним Из бойцов Отряда Проводников Наш Звукорежиссер Родион Золотарев Наберет По телефону Юрия Кушпела Известного Артиста Ведущего Телевизионного Который Как выяснилось Тоже Был Из Вашего Этого Студенческого Племени Вот Интересно Как После Первого Рейса Ну Поддерживался Этот коллектив Можно ли Было Так сказать Дважды Войти В ту же Самую Реку И С тем же Коллективом Поехать Снова Владимир Ответьте А Юрий Уже у нас На связи Потом мы Переключимся К нему То есть Насколько Перетасовывался Состав Отряда От года К году Ну Он конечно Перетасовывался Хотя Во многих Случах И друг Команды Оставалось То же Самое Просто Как бы Время Шло Кто-то Заканчивал Своё Учебное Заведение Кто-то Приходил Кого-то Молодых Брали Кого-то Брали За какие-то Там Таланты Например Там Хорошо Играть На гитаре Или еще Что-нибудь В этом духе Это жизнь Понятно У нас Напрямую С телефона Связи Юрий Кушпел Добрый день Юрий Говорите Здравствуйте Слышите вы нас Здравствуйте Владимир Анатольевич Слышу Очень хорошо Слушаюсь По программе Юрий Расскажите Как вы попали в студенческий отряд проводников И с какими воспоминаниями у вас это связано Часть вашей жизни Самыми теплыми Самыми нужными Правильными И замечательными Мечта вообще О такой своеобразной романтике Что ли Стука колес Эти Уходящие Вдаль огоньки Последнего вагона поезда Ну мне они были Близки Близки С детства Можно сказать Ну и я ждал возможности Когда мне исполнится 18 лет Когда наступит полная ответственность Чтобы я мог принять участие К сожалению Я тогда Жил не в Латвии Не в Латвийской ССР Я учился в Саратовском театральном училище Но как только Я попал На каникулы В Ригу Я немедленно отправился В вагонное депо Игорь Пассажирская А меня отправили Как раз к Владимиру Анатольевичу Долгая была То есть даже так можно было Ну можно было Да Долгая была беседа Я не закончил свою мысль Он говорил о том Что нет Вы не в нашем Дескать Поле студенчества И так далее И так далее Ну я был очень настойчив Потому что желание было велико И наверное было Сделано с его стороны Какое-то снисхождение Они там совещались Руководство ЛСОПа Приняли решение Меня принять Ну вот С тех пор я и начал работать И отъездил И отработал В латвийском студенческом отряде Проводников Шесть лет Ого Потому что по окончании Считаюсь одним из ветеранов Да А почему так долго Шесть лет Объясню Потому что я заканчивал Как раз Театральное училище В Саратове А после этого Я учился В латвийской консерватории И вот впервые В истории Латвийской консерватории Появился Студенческий Строительный отряд Да еще и проводников То есть вы организовали Такой отряд В консерватории Да Именно так И помимо меня Учащегося На артистическом Факультете Или на отделении Артист, драм, театра и кино Еще с моим коллегой Славой Бибергалом В наш отряд входили Музыкологи Музыковеды Хоровые дирижеры Ну вот инструменталистов Не было Кто играл на инструментах Потому что они боялись За свои пальцы И переживали за это Но тем не менее Вот такая творческая Интеллигенция Была представлена В латвийском Студенческом отряде Проводников Мы принимали участие Также во всех Подготовительных работах И шефских работах И убирали территории И ходили в детские дома И помогали детским садикам И песни разучивали И сказки читали И представители Какие-то устраивали И принимали участие В агитбригаде И что было замечательно Один Единственный раз Мы выиграли Мы заняли Первое место В агитбригаде Среди всех Других Студенческих отрядов Обычно Это всегда Латвийский университет Побеждал И вдруг Консерватория Первый год Принимает участие И тут же Моментально побеждает У нас было право Выбора рейса Даже Благодаря Сложению всех баллов Но мы так посоветовали Решили Отряд очень большой Но нам хватило Число участников И мы решили Ехать в Симферополь И так вот Все лето Откатались Именно на Симферополь Сколько человек Было в вашем отряде? Вы знаете Не очень большой Это сколько? Не очень большой Ну где-то Наверное Человек 12-15 Не больше Не больше То есть вы взяли В свою команду Еще кого-то Чтобы на состав Хватило проводников Все были консерваторские Все наши Были консерваторские Нет Я имею ввиду 12 человек же не хватает На обслуживание Одного состава Поезд на Симферополь Был не очень большой Он шел с прицельными вагонами К нему там цеплялись вагоны Везде по всем станциям По Вильнюсу По Минску И так далее И так далее Но нам хватило Нам хватило для того Чтобы обслуживать Потому что Три вагона из состава Всегда обслуживали Кадровые проводники То есть это Штатной вагон Был начальник поезда Первый и последний А нам хватило Наших людей И вот так Мы отъездили Весь сезон С замечательными Воспоминаниями Не только О рейсе на Симферополь Потому что На протяжении Всех своих лет Мне удалось Побывать Ну практически По всем направлениям Куда ходили поезда Из вагонного депо Рика Пассажирская Были очень интересные моменты И в командировке Когда мы даже ездили То есть мы Отвозили Бойцов Студенческих Отрядов Куда-то Куда-то Далеко То есть специальные Какие-то составы Были выделены Для этого Да, был оборудован Специальный состав И мы возили Наших латвийских Студентов Из разных вузов Мы отвозили Их в Астрахань Я уж не знаю Извините В те времена Говорили так Коровники строят Свинарники Коровники Но это Общественно полезное дело Я никоим образом Не издеваюсь И без всякого чувства Иронии Об этом говорю Ну вот А на обратном пути Мы ехали Порожняком Поезд Который идет литером То есть Ну специальный состав Возможность пропускают Да А обратном пути На обратном пути Практически Около каждого столба Стояли Ну вот что Мне запомнилось Из своей студенческой жизни И не забуду Это никогда До своих дней До окончания своих дней На обратном пути Как раз Из этой командировки Из Астрахани Когда мы ехали У меня Был день рождения И вот Мои подруги И друзья Это Слава Гуревич Который сейчас В Киеве живет И Инна Сацирша Который в Великобритании Живет И Люда Леонова Которая здесь Находится в Риге Они меня спросили Зная о том Что у меня День рождения Юрк Чего хочешь А в этом составе Не было Вагона Ресторана То есть Все в сухомятку Мы как-то так Питались Что Можно было купить Или взять с собой И я возьми Ты скажи Манной каши Вы представляете Да Я просыпаюсь Свой день рождения И девочки Приносят мне Сваренную На воде И С добавленным Немного молоком Манную кашу В вагоне Где-то под Брянском В какой-то деревне Меня бух Поздравляют С днем рождения Манной кашей Лучшего подарка В своей жизни К своему дню рождения Я никогда Ни от кого Не получал Надо же Это очень Трогательная история Про манную кашу В наше время Самоизоляции Когда люди Может быть Не знают Куда Себя приткнуть Им Стоило бы вспомнить Иногда Что бывает Да вы что Так много интересного Как говорят всегда Худо без добра Но В данном случае Это время Возвращаясь К современным реалиям Наверное Наверное Это вот та самая Студенческая Закалка И то что Дал может быть ЛСОП Это Необходимость Организовать Себя Своё время Быть внимательным Не только К себе То есть Не быть эгоистом Вот это самое главное Это то что присуще Нашему поколению Я отвечаю за свои слова Не быть эгоистом Потому что Работа в СОПе Давала Необычайное чувство Ответственности Потому что Ты был ответственным За то Или другое Количество Пассажиров Если ты ехал В купированном вагоне То тогда 36 человек Если ты Ехал В плацкартном вагоне То 54 А если В общем вагоне То там Около 100 человек Могло проехать И за каждую из них Нужно было отвечать Каждому Нужно было Обязательно Проявить внимание А не быть эгоистом И не тянуть Одеяло на себя А что касается Сегодняшней ситуации Очень печально Конечно Что в такой Замечательный Весенний день Солнечный день Мы не можем Все встретиться Но мой папа Говорил так Надежда Умирает последней Мы конечно Умирать не собираемся Мы будем ждать Того самого дня Когда мы Вновь Все сможем Стретиться И отпраздновать Пятидесятилетие Латвийского Студенческого Отряда проводников Юрий Ну вот эти встречи Старых друзей Они Многих как-то Немножко тревожат Ну кажется Что люди живут Прошлым Вот Что вы видите В этих встречах Какое вдохновение Вы в них находите Ну во-первых Мы со многими Встречаемся Так или иначе Пересекаемся С некоторыми Дружим С некоторыми Знакомыми Машем друг Другу рукой Где-то и сотрудничаете Возможно Да 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 Возможно Возможно Потому что Эти студенческие Связи Они в общем-то Никогда и не разрываются Скажем так Мы можем Не помнить Как выглядит Этот человек Многие боятся Может быть От того Что вот как я выгляжу Я там потерял Какую-то привлекательность Ребят Не надо Ну Мои года Море богатство Я цитирую Песню такую Ну Все что есть Все есть Потому что Дух-то Все равно Тот остался А еще Одна умная Фраза Не знаю Конечно Кто ее сказал Но она Передается Уже Из поколения В поколение На протяжении Многих Десятилетий Без Прошлого Нет Настоящего И никогда Никогда Не будет Будущего Спасибо Юрий За Ваш Рассказ Прекрасную Манную Кашу Желаем Вам здоровья И надеюсь Вы 25 сентября Встретите Своих Однополчан Своих Одноотрядников И Пообщайтесь С ними Да Всего доброго Спасибо Всем привет И будьте Все здоровы Спасибо Спасибо Береги Итак Сегодня мы Еще раз Вспомнили Студенческий Отряд Проводников Я думаю Что мы С Владимиром Анатольевичем Икусовым Соберемся Вместе И как-то Напишем Об этом Отряде Статью Википедию С вами Была В программе Очевидец Автор и ведущая Людмила Прибыльская И организатор Студенческого Отряда Проводников Владимир Анатольевич Икусов Всего доброго До следующей пятницы Когда мы посмотрим На нашу трансплантологию Как она создалась И кто ее основал Всего доброго